Самарская область – лидер по подготовке и проведению ЕГЭ. По итогам 2020 года регион вошел в список субъектов, где организационное и техническое обеспечение экзамена получило высокую оценку Министерства просвещения Российской Федерации и Рособорнадзора. В этом году в пунктах проведения экзаменов уже начались тренировочные занятия, на которых отрабатываются все процедурные моменты. Сейчас в регионе проходит акция «ЕГЭ для родителей», которая позволяет представителям старшего поколения пройти всю процедуру сдачи ЕГЭ, чтобы понять, с чем столкнется ребенок. Принять участие в экзамене губернатор Дмитрий Азаров пригласил и участников областного родительского собрания. «Я хотел бы, чтобы вы сегодня, опробовав процедуру экзамена, ребенку спокойно сказали, обязательно сдашь, все будет хорошо, комфортно, безопасно, доброжелательно, но, конечно, строго, как и положено на экзамен». Министр образования и науки Виктор Ракопьян отметил, что первым делом ученики должны получить допуск ЕГЭ, написать итоговое сочинение 15 апреля. Основной период сдачи ЕГЭ в этом году – с 31 мая по 2 июля. Кроме того, дополнительно пройти экзаменационные испытания 11-классники смогут со 2 по 17 июля. Экзамены будут проводить в 104 специальных пунктах, 82 из которых организуют на базе школ, 20 на дому и 2 в лечебных учреждениях для тех, кто не может по состоянию здоровья сдавать экзамены в школе. «Те, кто планирует поступать в ВУЗ, будут сдавать обязательным предметом в этом году русский язык и все оставшиеся предметы – предметы по выбору, то есть те, которые нужны для поступления на тот или иной факультет конкретного высшего учебного заведения. Те ребята, которые все-таки планируют продолжить свое обучение в средне-специальных образовательных учреждениях, сдают государственный выпускной экзамен в стенах своей родной школы». Как и в прошлом году, экзамены пройдут с соблюдением всех мер безопасности, в том числе и противоэпидемиологических. Все пункты проведения ЕГЭ будут обеспечены бесконтактными термометрами, средствами индивидуальной защиты, антисептиками и рециркуляторами воздуха. Система начисления дополнительных баллов сохраняется. Они положены за успехи в сдаче ГТО, в волонтерстве, за участие в олимпиадах и творческую деятельность. Каждый ВУЗ сам определяет, по какому направлению сколько баллов может быть дополнительно начислено. Максимально абитуриент может получить 10 баллов. Что касается проведения выпускных и последнего звонка, решение о том, можно ли их организовать, будет принято ближе к маю, исходя из эпидемиологической ситуации. Виктория Шарая, События.